Библейский портал экзегет.ру представляет Которому открываются замыслы Божьи Он остается на поле, ночует в месте далеком от человеческого жилья Для того, чтобы ему Господь показал тот город, который он строит Но вообще-то никакого города он не увидит Может быть потому, что все это город ли или женщина Которую в прошлой главе он видел И о которой подробно объяснил ему ангел Это всего лишь подобие И здесь будут подобия, некоторые видения, некоторые образы Которые открывают тайны этого мира Которые открывают, как устроено все Почему некоторые возвышаются, некоторые погибают И что вообще делать, и как себя в этом находить И видел я сон И вот поднялся с моря орел, у которого было двенадцать крыльев, пернатых и три головы Да, вот странный орел, да? Трехглавый, двенадцати крылый И видел я, вот он распростырял крылья свои над всей землей И все ветры небесные дули на него, и собирались облака И видел я, что из перьев его выходили другие малые перья И из тех выходили еще меньшие и короткие Что это за орел? Ну, мы уже привыкли, наверное, кто читал книгу Даниила Что вот эти вот животные Возможно, орел будет не один, а еще какие-то Есть некоторые царства, которые в этом мире присутствуют Подождем, подождем В двенадцатой главе будет истолкование Просто отметим, что Вот, смотрите, у нас только что был народ Израиля Представлен в предыдущей главе В образе женщины, которая оплакивает своего сына А все эти великие царства Это такие грозные, могучие животные Не случайно на многих гербах, включая российские Как раз изображены вот разные животные У нас двуглавый орел, здесь трехглавый В Туркмении пятиглавый орел Тоже такой образ Львы очень часто на гербах Потому что сильные, самые сильные смелые хищники Или из птиц, или из млекопитающих Это лев, орел Бывают какие-нибудь еще единороги Вот государство себя представляет Как некоторую такую мощную силу Но вместе с тем оно немножко нечеловеческое Оно больше заботится о своих каких-то целях Чем о людях Это, к сожалению, свойство Очень многих государств, если не всех Итак, значит, орел Из перьев его выходили другие малые перьи Из тех выходили еще меньшие и короткие То есть ситуация, когда это государство Оно как-то распространяется Когда какие-то зависимые от него Маленькие области Или тоже такие небольшие государства возникают Тоже все очень хорошо знакомо Головы его покоились И средняя была больше других голов Но также покоилась с ними И видел я Вот орел летал на крыльях своих И царствовал над землей Над всеми обитателями ее Ну вот уже и подсказка, что это именно оно и есть И видел я, что все поднебесное было покорно Ему никто не сопротивлялся, ему ни одна из тварей, существующих на земле И вот орел встал на когти свои И спустил голос к перьям своим И сказал Не бодрствуйте все вместе Спите каждый на своем месте И бодрствуйте поочередно А головы пусть сохраняются на последнее время Видел я, что голос исходил не из головы его Но из средины тела его Это уж такой странный орел И почему перья у него бодрствуют Пока не знаем Будет истолкование, да Я сосчитал малые перья Их было восемь И вот с правой стороны поднялось одно перо И воцарилось над всей землей И когда воцарилось, пришел конец его И не видно стало места его Потом поднялось другое перо И царствовало Это владычество было долгое время Когда оно царствовало и приблизился конец его Чтобы оно так же исчезло, как и первое И вот слышен был голос, говорящий ему Слушай, ты, которая столько времени обладала землей Вот что я возвещаю тебе прежде, нежели начнешь исчезать Никто после тебя не будет владычествовать Столько времени, как ты, и даже половины того То есть, смотрите У этого орла правят перья У него целых три головы Но они для каких-то последних времен А текущее правление осуществляют перья Вообще-то перо у птицы Это самая незначительная ее часть Выдергивать эти перья даже можно Ну, это садизм некоторый по отношению к птице Но она остается жива Получается, что правители Это что-то самое ничтожное Второстепенное в этом Вот механизме В этом теле государства Тоже необычный такой образ И поднялось третье перье Владычествовало, как и прежнее Но исчезло и оно Так было и со всеми другими Они владычествовали И потом исчезали навсегда Я видел, что по времени С правой стороны поднимались Следующие перья, чтобы им иметь начальство И некоторые из них начальствовали Но тотчас исчезали Иные же из них поднимались Но не получали начальство Ну, борьба за власть Все понятно, да? Возникают постоянно какие-то претенденты Кому-то удается, кому-то нет После сего не являлись Более двенадцать перьев Ни два малых пера И не осталось в теле орла Ничего, кроме двух голов Покоящихся и шести малых перьев Одна голова куда-то исчезла Непонятно куда Бывает Я видел, и вот Из шести малых перьев Отделились два И остались под головою Которая была с правой стороны А четыре оставались на своем месте Потом подкрыльные перья Покушались подняться и начальствовать Вот одно поднялось Но тотчас исчезло А следующие исчезали Еще скорее, нежели прежние И вот видел я Два оставшихся пера Покушались так же царствовать Когда они покушались Одна из покоящихся голов Которая была средняя Пробудилась И была на более других двух голов Опять-таки у нас Три теперь головы Странная история Кстати, двухголовый орел Это давний герб Римской империи Она делилась На западную и восточную Ну и Имеется ли в виду здесь Рим Ну подождем В двенадцатой главе Еще будет истолкование И видел я, что две другие головы Соединились с нею Вот почему у него То две, то три Да, то есть они временами Соединяются Вот сейчас вообще одна Такое переменчивое государство Ну так бывает Запросто, да То есть это Римская империя Она то делилась На разные части То соединялась Там гражданские войны Периодически проходили И эта голова Обратившись с теми Которые были соединены С нею Пожрала два подкрыльных Пера Которые покушались Царствовать Эта голова Устрашила всю землю И владычствовала Над обитателями земли С великим угнетением И удерживала власть На земном шаре Более всех крыльев Которые были После того я видел Что и средняя голова Внезапно исчезла Как и крылья Оставались две головы Которые подобным образом Царствовали на земле И над ее обитателями И вот голова С правой стороны Пожрала ту Которая была с левой Сложные отношения У этого организма Но вообще-то Большие империи Так часто и живут Римская тому Прекрасный пример Где они без конца Друг с другом враждовали Когда один император Сменял другого Часто это было Путем переворотов Или войн И слышал я голос Говорящий мне Смотри пред собой Размышляй о том Что видишь И видел я Вот как бы лев Вбегающий из леса И рыкающий И спустил человеческий голос К орлу И сказал Вот и лев у нас пришел Да Геральдика вся Прямо на лицо Слушай Что я буду говорить тебе И что скажет тебе Всевышний Не ты ли Оставшийся из числа Четырех животных Которых я поставил Царствовать в веке моем Чтоб через них Пришел конец времен тех И четвертое из них Пришло Победило всех Прежде бывших животных И держало век Большом трепете И всю вселенную В лютом угнетении И с тягостнейшим Утеснением подвластных И столь долгое время Обитало на земле С коварством То есть животных много Они сменяют друг друга И если это государство Мы уже видели это В книге Даниила Животные Которые друг друга Прогоняют Или уничтожают Да и были империи Которые друг друга Сменяли Прогоняли Уничтожали У нас была Ассирийская империя Вавилонская империя У нас Потом Пришла Персидская Потом Персов Победил Александр Македонский И возникла Греко-македонская империя Да она поделилась на несколько Государств Потом пришел Рим Кто конкретно Имеется ввиду Неважно Это последняя Из текущих империй По времени Причем империя Такая Очень жестокая Ты судил землю Не по правде Ты утеснял Кротких Обижал миролюбивых Любил жилцов Разорял Жилища Тех Которые приносили Пользу И разрушал Стены тех Которые не делали Тебе вреда И взошла Ко Всевышнему Обида твоя И гордыня твоя Крепкому То есть вот наконец Бог обратил внимание На все эти безобразия И воззрял Всевышний На времена гордыни И вот они кончились И исполнились Мера злодейств ее Поэтому исчезни Ты орел С страшными крыльями твоими С гнусными перьями твоими Со злыми головами твоими С жестокими когтями твоими И со всем негодным телом твоим Чтобы отдохнула Вся земля И освободилась От твоего насилия И надеялась на суд И милосердие Своего создателя Вот империи Друг друга сменяют Жестокие Неправедные Империи В какой-то момент Земля от них Отдохнет И вот здесь Мне уже кажется Не очень интересным Кто этот последний Орел Это греко-македонская Власть Которая Между некоторыми Государствами Распределилась Или Римская империя В которой тоже Постоянно Были разные Предводители Разные императоры Да это была Римская республика Где тоже была Напряженная борьба Между фракциями Вот уже мне Это не очень интересно Потому что Общий смысл понятен Жестокая империя Которая должна В конечном итоге Исчезнуть Для того Чтобы отдохнула Вся земля А в 12 главе Мы увидим Толкование Собственно Изнутри Самой книги Третьей книги Приезды Продолжение следует...